Итак, дорогие друзья, внимательно рассмотрев вот эту вот историю, которая нам представлена в книге 100 фасонов женского платья, я ее адаптировала под сегодняшний день. Почему? Да потому что многое изменилось с тех пор. Изменились материалы, конечно, прежде всего, фурнитура изменилась. Раньше не было, например, из потайных замочков молния, и поэтому здесь я нигде его не вижу в описании. Вот такая вот картинка. Ну и, конечно, в связи с этим поменяется технология обработки. Хотя никто не мешает вам открыть эту книгу и повторить в точности все, как здесь есть. Я предпочитаю несколько адаптировать, то есть изменять, трансформировать под сегодняшний день, под реалии сегодняшнего дня. И что я здесь поменяла? Сразу хочу сказать. Я поменяла вот эту вот стойку, оформление стойки. В книге представлена стойка, цельновыкроенная с полочкой и цельновыкроенная со спинкой. Так как она просит у нас добавок каких-то под поправочек, установки на фигурке, то я вот это не люблю, не практикую. Я практикую стойку цельнокроенную с полочкой и приточную со стороны спинки. Потом здесь нет никакой плечевой выточки. Это тоже, я считаю, большой неудачей, что ли, прежних выкроек, да? Или вот той, которая представлена у нас в этом месте. Поэтому обязательно будет у нас плечевая выточка, и причем она будет переводиться у нас в горловинку. По среднему шву спинки у нас будет вот такой вот замочек, шов. И в этом шве может спрятаться либо складка, либо шлица на ваше усмотрение. То же самое будет впереди. У нас будет средний шов, застежка по нему будет оформлена на пуговочки вот такие вот. И ниже, где на том уровне, на каком вам нужно, вы оформите либо складку, либо шлицу, в зависимости от того, что кому предпочтительнее. Технологии обработки вот в эти видео входить не будет. Поэтому, пожалуйста, к технологии додумывайте сами. Основные моменты я вам буду советовать, рекомендации какие-то давать. Но тщательной проработки технологии не будет, в отличие от моделирования. Моделирование мы сейчас сделаем очень-очень подробно. Что еще хочу сказать. Тоже я забраковала оформление талиевой выточки. Вот посмотрите, талиевая выточка из вот этого рельефа идет. И она переходит в подрез, из которого потом получается кармашек. Вот это талиевая выточка, подрез, кармашек. Но талиевая выточка должна быть длиннее, она идет сантиметров 10-12 у платья. А вот этот подрез очень сильно короче. То есть здесь у нас примерно будет сантиметров 6-5, а то не больше 7. И поэтому вот такие поворотики, как здесь нарисовано, я не практикую. У вас пузыречек вот здесь вот будет надуваться. И хорошо, если ткань такая, что она сможет вот это все посадить. Но чтобы не рисковать, я выточку сделаю вот здесь. Сохраню ее на том месте, на каком она у нас была. А это у нас будет просто подрез чистенький, безо всякой вот этой выточки. То есть вот в этом месте у нас с вами будет талиевая выточка. Вот здесь у нас будет талиевая выточка, которая будет уходить у нас, прятаться куда-то в карман. Что еще? Еще мне показалось интересным, как вот здесь предлагается оформление плечевого, нагрудной выточки. Посмотрите, есть защип, но в нем не вся нагрудная выточка. И есть рельеф. То есть вот эта большая нагрудная выточка разбивается на две. В рельеф половинка уходит, и другая часть уходит в защип. Что тоже очень привлекательно на сегодняшний день, потому что очень много людей с большим выступом грудных желез и с большой, соответственно, выточкой. Мы посмотрим, как вот это здесь выполняется. Ну и для кого подходит вот этот силуэт? Силуэт строгий, достаточно зауженный к низу. Конечно, подходит он для тех, у кого узкие бедра. Потому что вот эти вот элементы, вот такой карман, который пойдет из рельефа у нас вот таким образом сделанного, да, он будет немножко наши бедра визуально расширять. Поэтому у кого приличная грудь и при этом не очень выражены бедра, пожалуйста, вперед делайте вот такой вот силуэт. Из каких тканей? Ну, конечно, из наших любимых. Из тканей, которые будут хорошо формоваться. То есть из ломких, жестких, сухих, чисто синтетических тканей, я бы это делать не рекомендовала. Ну и все. Давайте приступим. Эту книгу я убираю. И вот я вам заготовила вот такие наши чертежики. Значит, посмотрите. Мерочки я вам выписала общую схему, как мы это привыкли с вами делать. Поэтому здесь вы подставляете свои числа. Прибавочки вот такие. По груди 4, 5. По талии поменьше берем 1, 2. По бедрам 2, 3. И прибавка к обхвату плеча сантиметров 5. Про рукавчик говорить мы не будем. Итак, начинаем работу. У нас с вами передняя половинка. Что я хочу сделать в первую очередь? Я хочу построить полузанос. Полузанос давайте сделаем наш любимый 2 сантиметра. Этот полузанос мне нужен на застежку. Вот так я его изображу. А на шлицу мне, например, надо 6 сантиметров или на складку. Значит, я вот так вот его изображу. Ее, вернее, шлицу изображу. Откладываю 6-7 сантиметров или шлицу или складку. Что хотите, делайте. И оформим здесь вот так. Если у нас есть впереди шлица или складка, часть вот этой выточки, буквально 0,7, мы обязательно переведем в средний шов. Отложила 0,7, до линии груди провела. Дальше. Линия бедер у нас остается неизменной. Давайте мы здесь ее изобразим. Приталивание среднего шва доходит до линии бедер. И от линии бедер отведение внизу тоже буквально 0,7. То есть вот так вот я оформлю. Вот здесь внизу у нас 0,7. И в талии вот здесь тоже 0,7. Так, разобрались со средним швом передней половинки. Ну, давайте и спинку так же. Там тоже ничего необычного. Но мы договаривались с вами, что если у нас средний шов есть, то мы уже полтора сантиметра от выточки забираем в средний шов. Вот здесь полтора сантиметра. Отведение до линии бедер им делаем тоже 0,5, 0,7. Чтобы не расходилась у нас вот эта шлица. И добавляем шлицу. Ну, докуда хотите. Вот так, допустим, я добавила. Ну, и здесь тоже, наверное, нужно, имеет смысл на одном уровне вот это все нарисовать. Так, вот эта талиевая выточка двигается немножко в сторону бока. И мы ее тоже переоформляем. То есть мы ее делаем немножечко поуже, чтобы спинка выглядела у нас эффектно. Так, это сделали. Потом я обведу все красным карандашиком. Красивым карандашиком. Сейчас я хочу вот эту выточку перевести в плечевой шов. Для этого из вершинки восстанавливаю туда перпендикуляр. Но предварительно измеряю длину горловины спинки. Пусть она у нас будет 9 сантиметров. Нам это понадобится для построения стоечки. Дальше укладываем нашу базу сюда. Отмечаем вот эту точку. И делаем поворотик. Вот так у нас получилось. Обводим плечо, часть горловинки до этой точки. И у нас получилась выточка. Выточка уже в горловине спинки. Она будет лежать гораздо эффектнее. Что еще мне нужно сделать в рамках подготовки? Конечно, небольшое заужение к низу. Полтора-два сантиметра. Как это делается? От линии бедер отступаете 5-6 сантиметров. Сохраняете как бы. И по линии низа заужаетесь на полтора-два сантиметра. Два с половинкой можно. Больше уже нельзя. У вас пойдет нехорошая история. Ну и выточки, конечно, все у вас рассчитаны. Так, следующий номер нашей программы будет оформление цельнокрайенной стойки. Первую пуговочку я сделаю вот здесь, на линии груди. Вторую сделаю рядышком. А третью, четвертую сделаю одну на талии и одну также вот повыше. Вот здесь я выбрала место для своих пуговочек. Я думаю, это будет очень уместно. Для того, чтобы построить стойку цельнокрайенную, нам нужно плечевой срез оформить сразу после горловины в точке А. Для этого мы измеряем плечико. 13 сантиметров из точки А проводим дугу вправо. Затем измеряем С, П1 и проводим вторую дугу. Вот это точка С у нас. Их соединение точка П3. Кто учился с нами, тот прекрасно это все знает. А вот это у нас буква А. Вот это буква А. Плечико построено. Сейчас я, чтобы построить цельнокрайенный воротничок, нужно из точки А провести перпендикуляр наверх. Вот я его провожу длиной, равной длине горловины спинки. 9 сантиметров. У нас 9 сантиметров. Затем я откладываю влево 3 сантиметра. Это ширина стойки. И провожу параллельно тоже 9 сантиметров. И по моему опыту, вот так получилась задняя стеночка. Задний вид стойки. Вот эта часть. Вот эта часть у нас получилась. Там всегда будет шов. И еще одно замечание наблюдения по жизни. Значит, чтобы вот эта стойка к шее лучше прилегала, я делаю именно для стоек. Здесь не прямой угол, а немножко больше прямого уголочка. Вот посмотрите, как я ярко это оформлю. Значит, делаю отведение. Ну, давайте где-то сантиметра полтора возьмем. Вот здесь. Вот так. Вот так. И вот так. Вот в этом месте, вот это расстояние у меня полтора сантиметра. Так. Ну, а теперь мне надо красиво соединить заднюю часть, вернее, отлет стойки. Вот это будет отлет стойки. Вот с этой вот первой пуговочкой. И я подбираю какие-то свои линии. Ну, например, я сделаю это вот так. Хотя могу сделать, вот посмотрите еще какой лайфхак вам, да. Если я оставлю вот в таком варианте, обратите внимание вот на эту точку. Значит, у вас вот здесь будет вот такой вот уголочек открыт на фигурке. Вы можете померить расстояние от буквы В, от еремной впадинки до этой точки. У меня 6 сантиметров. И решить, надо вам это делать или нет. Могу положить вот это вот, вот таким вот образом. Тогда я это расстояние сокращу и уменьшу. И этот вариант мне нравится меньше, потому что у меня вот в этом месте ломается линия. То есть уже может быть не так приятно. Поэтому оставлю я тот вариант, который применила в начале. В начале у меня лежала эта линеечка. Вот таким вот это лекало, вот таким вот образом. Давайте сразу и проведем. Так. 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 Это я уже с полузаносом рисую. Так. Ну и средняя линия у нас выглядит... Все-таки давайте мы ее сейчас пометим. Так. Отведение не забываем. Вот это у нас будет средняя линия. И сделаем перерыв. Итак, дорогие мои друзья, бывает и на старуху проруха. Первый блин комом. То есть я пошла... Мое моделирование, моя мысль пошла по неправильному пути. Поэтому я не стала вам это все доснимать и выкручиваться как-то. Заклеила вот этой заплаточкой, как говорится, то, что у нас было. И мы продолжаем с вами моделирование дальше. Несколько упростила, опять же, ту историю, которая была у нас вот в этом... Вот в этой книге «100 фасонов женского платья». Потому что принципиального значения она не имеет. Итак, смотрите. Мы закрываем переднюю половинку. И сейчас наша задача нарисовать вот эту фасонную линию. Вот эту фасонную линию. То есть рельеф. Я решила, пусть он у нас проходит через точку С. В книге он проходил не через точку С, а сантиметра полтора от нее в стороне. Но это нам не имеет принципиального значения. Вот почему. И еще нам нужно выбрать место вот для этого защипа. Для этого мы с вами оформили плечевой срез при закрытой выточке. Вот он у нас здесь нарисован. Так? Я выбираю точку сантиметра 3 от точки А вправо. Место для защипа. Половину выточки я сюда буду открывать. И выбираю следующую точку. Это сантиметра 4, наверное, 4,5-5 от точки П3 влево. То есть и вот эти вот два отрезочка, они как и на рисунке у меня примерно одинаковые. Выбираю я на вот этом плечике, оформленном без учета выточки. Потому что мне легко взять линеечку, вот так ее положить и нарисовать красивую линию. До линии талии она у меня идет прямая. Вот так я ее изобразила. А ниже линии талии идет вот такой поворотик. И мы рисуем здесь вот этот поворотик. Расстояние от талии до начала кармашка не может превышать 7 сантиметров. Вот у меня сколько здесь получилось? У меня получилось здесь 4 сантиметра. А там где кармашек кончается, уже получилось 9 сантиметров. Но фасонная линия у нас такая. Поэтому я нарисовала вот так. Вот этого кусочка, конечно, у нас не будет. Вот этого кусочка у нас не будет. И всю эту картинку я перевела на кальку. Вот смотрите. Кальечка у нас лежит, соответствует 1 к 1. Сейчас, чтобы закрыть вот эту выточку, мне нужны вот это плечико, место для защипа и место для рельефа. Я беру и соединяю обе эти точки, я их перенесла тоже на кальку, с центром груди. Вот это будет рельефчик. А вот это будет у меня защип. Вот и все. Место мы наметили для рельефа. Рельеф пойдет вот так и вот так. И сюда здесь будет у нас такая контрольная точка хорошая. И уйдет дальше в карман. А защип будет вот в этом месте. Ну и как вы уже догадываетесь, здесь вот все просто. Дорезаем до точки С одну линию. Дорезаем до точки С вторую линию. Вот две линии разрезали. И закрываем нашу выточку. Сейчас я ее аккуратненько закрою. Вот выточка у нас ушла. Спряталась вот эта выточка, ее у нас нет. А эти я разобью на две. И потом посмотрим, что у нас получится. Смотрите. Значит, все возвращаем на свои места. Я часть закрываю. На половинке делю. Свою выточку делю на половинке. На половинке. Значит, одна у меня открывается вот здесь. Вот так. Дальше. Вторая часть выточки у меня открывается вот здесь. А вот это мое плечико. Вот так. 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 Я сейчас это все нарисую. Убираем. И рисуем. Значит, вот так. Вот так. И вот так. Открылась выточка. Не выточка, вернее, извините, пожалуйста, а защип. Вот это вот часть плечика дальше пошла. И потом у нас открывается вторая половинка выточки. Вот это выточка. Вот это вторая половинка выточки. И дальше. Она идет вот сюда, вот сюда, вот сюда. Потом вот сюда. И смотрите, прежде чем нарисовать бачок, я его нарисую другим цветом. Давайте зеленим нарисуем. Вот это вторая сторона выточки. Второй выточки уже. Так. Осталась вот эта часть плечика. Дальше. Вот это будет контрольная точка. Они будут здесь сходиться у нас. Мы повторяем вот эту историю для бачка. А потом... Так, давайте еще вот так вот нарисуем. Это все у нас остается. Красиво сейчас оформим. Так. Бачок. Выточка. На нем остается. Вот она у нас нарисована. Дальше я ее покажу штрихами. И мы врисуем мешковинку для кармашка. Какую хотим. Я большую не буду делать. Так. И можно это все для удобства отвести прямо вот сюда. Не буду отдельно выводить. Теперь, посмотрите, вот эта выточка у нас зашьется, заберется. Значит, вот этот отрезочек будет длинным. Смотрите, как я сделаю. Я сокращу на это расстояние. Я как бы вот этот кусочек выточки передвигаю в боковой шовчик. И боковой шов для средней детали у меня пойдет уже вот так. Вот. А этот кусочек я сознательно не буду очень сильно уменьшать. вот этот кусочек. Потому что я хочу, чтобы отлет кармашка, вход в карман немножко отходил от тела. Чтобы у нас эффект вот таких вот расширенных бедер все-таки здесь получался. Потому что, посмотрите, вот по этой линии, чтобы было прилегание, я должна убрать, ну вот здесь у меня около двух сантиметров. Значит, вот с этой стороны я должна убрать два сантиметра. Я один сантиметрик убрала, один оставила. А по нижней части, чтобы у меня было прилегание, можете вообще не убирать вот здесь ничего. Тогда у вас кармашек весь будет немножко оттопыриваться. Посмотрите, если вам это не понравится, тогда немножко подтолкнете и вот здесь уберете. Главное, чтобы вы понимали осознанность своих действий. Вот, собственно говоря, и все. Вот это у нас выточка идет, давайте я ее вот так заштрихую, между рельефом, а вот это у нас пойдет, это у нас будет защип. Давайте проверку сделаем, сколько у нас сантиметров стало плечика. Так, 3, 8, и 13. Как раз 13 сантиметров. Все хорошо. На спинке должно быть 14. О, как раз 14 на спинке. Ну вот, мои дорогие, что еще здесь нужно сказать? Я думаю, что мы справились с поставленной задачей. О, и не сразу. Так, значит, что у нас тут получилось с вами? Мы нарисовали для боковой части, вот для этой части, посмотрите, мы нарисовали мешковинку. Вот она у нас будет, вот оно плечико, так, 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 вот эта мешковинка зелененькая, вот он наш бочок. Бочок, и мы сюда пришли. Теперь такую же мешковинку надо выполнить из основной ткани. для вот этой части, посмотрите, как она у нас пойдет, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, потом пойдет сюда, пойдет сюда, и пойдет в боковой шов дальше. Значит, вот это все повторяется. Вот так это все должно повториться. Мешковинки совпадают. Ну, закруглить, конечно, можете, не проблема, никаких вопросов нет. И я думаю, что вы видите, какой у нас будет подкрой. Вот это будет у нас подкрой. Вот это будет подкрой для нашего кармашка. Конечно, в этих фасонах не очень легкие технологические обработки, но как бы там ни было. Все выглядит примерно вот таким образом. Еще раз повторяю, вот наше техническое задание. 100 фасонов женского платья на странице 73, адаптированное в сегодняшний день. И, пожалуйста, то, что у нас получилось. Кстати, хотела еще несколько слов сказать про молнию сзади. Я бы вот эту застежку не делала функциональной. Можно пришить прямо сюда какие-то пуговички декоративные, может быть, их сделать немножко больше вот на этом месте. А сзади бы сделала молнию. Ну, это ваше право. Вы можете сзади молнию не делать, а ставить впереди вот такую декоративную застежку. Вот все, что сегодня мне хотелось вам показать. Задавайте свои вопросы. Будем помогать вам и дальше учиться моделированию. И до новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok